Спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники вебинара. Сегодня мы с вами рассмотрим тему психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и дошкольного возраста в свете реализации в ГОСДО. Эта тема является на сегодняшний день актуальной не только в дошкольном образовании, и в учреждениях дополнительного образования, также в образовательных учреждениях, средних профессиональных учреждениях СПО, и, конечно, в заведениях высшей школы. Когда мы говорим о системе дошкольного образования, большие перемены произошли благодаря закону об образовании в Российской Федерации, который вступил в силу еще в 2013 году. И впервые в этом законе очень внимательно были рассмотрены вопросы, касающиеся уровня подготовки дошкольного образования, о качестве именно подготовки дошкольного образования. Почему? Потому что предполагалась преемственность начального блока обучения и потом средней и общеобразовательной школы. Такой подход был сделан в целях того, чтобы дети, завершающие воспитательный процесс дошкольных образовательных учреждений, были подготовлены к школе. Поэтому была такая тенденция разработать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, он представляет собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. И далее на слайде вы затем можете спокойно посмотреть все эти документы. Они доработаны, представлены. И как бы есть комментарии. При желании, когда вы будете составлять свои программы дошкольных учреждений, вы можете применять то, что предложено. И, конечно же, делать ссылку на данные федеральные документы. Разработчики стандарта, они заложили в документе несколько основных принципов, которых самым главным является сохранение именно уникальности и самоценности дошкольного детства. Почему? Потому что это очень важный этап в общем развитии человека. Если мы рассмотрим психологическую науку, педагогическую науку, детская психология, то дошкольный возраст является очень важным периодом социализации. Потому что до 5 лет закладывается 70% всех человеческих ценностей. И на последующих этапах социализации уже дорабатывается в остальные 30%. Поэтому дошкольный возраст и по социальной педагогике он является очень важным периодом развития ребёнка. Ключевая линия дошкольного детства, конечно же, это приобщение к ценностям культуры, социализации ребёнка в обществе, а не обучение ребёнка письму, счёту и чтению. Потому что когда ребёнок поступает в первый класс, основное требование, одно из требований, чтобы ребёнок умел читать, писать, считать. И обычно в детских садах, подготовительных группах усиленно родители пытаются ребёнка подготовить к обучению в первом классе. Но ключевая линия дошкольного детства – это приобщение всё-таки к ценностям культуры и социализации, научить ребёнка социализироваться, научить быстро адаптироваться в новых условиях. И это приобщение происходит через, конечно же, ведущий вид детской деятельности – это игра. Мы с вами знаем, что в психологии, в общей психологии, в психологии развития, выделяют четыре ведущих вида деятельности по Леонтьеву. Игра, общение, учение и труд. И в дошкольном возрасте, конечно же, ведущий вид деятельности – это игра. Через игру мы что делаем? Формируем основные ценности, модели поведения, помогаем ребёнку социализироваться, осваивать новые социальные роли в обществе. В системе дошкольного образования, конечно же, наиболее востребованным становится именно психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. И, конечно, поэтому забота именно о реализации права ребёнка на, обратите внимание, полноценное и свободное развитие сегодня является неотъемлемой частью деятельности любого дошкольного учреждения. По результатам опроса, который был задан родителям, что вы ожидаете от дошкольного образования, были получены вот такие результаты. В основном, большее количество родителей, они ответили, что важными и ценными являются не овладение ребёнком определенными знаниями, умениями, навыками, зонами, а наличие именно у ребёнка качеств, которые помогут ему успешно социализироваться в будущем. То есть родители многие заинтересованы, чтобы ребёнок освоил социальные роли и, конечно же, научился социализироваться в новых условиях. Воспитатели также ориентированы на развитие у ребёнка определённых качеств, а не каких-то узкопредметных знаний, умений, навыков, хотя, конечно, это неотъемлемая часть занятий, они как бы должны входить в план, как бы тематическое планирование работы воспитателей, также дошкольного образовательного учреждения. Но всё-таки нужно стараться развивать у ребёнка определённые качества, соответствующие возрастным особенностям. Данными условиями успешности воспитательно-образовательного процесса воспитатели, конечно же, считают создание именно безопасной развивающей среды, а она будет доступна, и такую среду можно создать условия определённые, если же у педагогов, у воспитателей развита профессиональная компетентность. То есть воспитатели, в первую очередь, сами должны быть заинтересованы в этом и обладать некоторыми компетенциями. В отличие от родителей и воспитателей дошкольных учреждений, учителя же начальных классов, они всё-таки отдают предпочтение наличию определённых предметных знаний и способностям ребёнка именно подчиняться установленным правилам. Конечно, ребёнок, если он научится моделям поведения, социальным ролям, научится быстро адаптироваться к новым условиям школьным, то такие дети, они очень быстро вливаются в учебный процесс, они становятся помощниками учителей начальных классов, и успеваемость у них обычно на уровне, и они как бы установленные правила в школе выполняют. Если же ребёнок по каким-то причинам длительное время не может адаптироваться, то здесь и родителям, и учителям начальных классов желательно помочь ребёнку, помочь и осуществлять индивидуальный подход. Разработчики в ГОС дошкольного образования пошли своим путём. Почему своим путём? Потому что, как мы сказали, в дошкольных учреждениях всё-таки приоритет на развитие ребёнка, на развитие его склонностей, способностей, качеств. А учителя начальных классов желают, чтобы у них всё-таки были определённые предметные знания, то есть умели читать, писать, считать, да, и была как бы выработана уже некоторая способность привыкать к установленным правилам в школе. А разработчики в ГОС, они пошли своим путём. Учить для жизни, а не для школы. Таким образом, в каждом дошкольном учреждении необходимо выстроить правильную траекторию психолого-педагогического сопровождения, направленную на развитие дошкольников. То есть приоритет в ГОС – это развитие дошкольников, развитие качеств и определённых моделей именно для процесса социализации. Сопровождение ребёнка в процессе дошкольного обучения, оно предполагает реализацию некоторых принципов. То есть это следование за естественным развитием ребёнка на данном возрастном этапе его жизненного пути. Второй принцип – сопровождение опирается на те психические личностные достижения, которые реально есть у ребёнка. И они составляют уникальность его личности. То есть здесь психологическая среда не несёт в себе какое-то влияние, давление, приоритетность целей, ценностей, потребностей развития именно внутреннего мира самого ребёнка. Как мы говорили, индивидуальный подход для того, чтобы раскрыть ребёнка, помочь раскрыться. И ещё один принцип – это ориентация деятельности на создание условий, которые будут позволять самостоятельно, самостоятельно позволять ребёнку строить систему именно отношений с миром, с окружающими людьми, с самим собой. И, конечно же, совершать личностнозначимые, позитивные жизненные выборы. Следовательно, можно определить психолого-педагогическое сопровождение как систему именно профессиональной деятельности. Почему профессиональной? Потому что работают воспитатели, педагоги в дошкольном образовательном учреждении как систему профессиональной деятельности, направленную на создание социально-психологических условий. социально-психологических условий – благоприятная среда для развития качества ребёнка как личности, для социально-психологических условий, для успешного воспитания ребёнка, для обучения, для развития ребёнка именно на каждом возрастном этапе. Цель сопровождения в дошкольных образовательных учреждениях – создать психолого-педагогические условия для полноценного развития и воспитания личности ребёнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей. То есть возрастные особенности, конечно же, учитываются. И индивидуальные возможности. Насколько ребёнок может принять данные формы, модели поведения, которые взрослые от него ждут, ожидают. Задачи психолого-педагогического сопровождения. Выделяю четыре основные задачи. Первая – это охрана и укрепление, конечно же, психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. Создание психологической безопасности. То есть дошкольно-образовательное учреждение для ребёнка. Желательно, чтобы он чувствовал там психологический комфорт. Тогда он сможет раскрыться, тогда он сможет проявить свои склонности, способности в создании благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта отношений, во-первых, с самим собой, с другими детьми, со взрослыми и с миром. Формирование социокультурной среды, которые будут соответствовать возрастным, индивидуальным, психологическим и, конечно же, физиологическим особенностям детей. И ещё одна задача – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и, конечно же, повышение компетентности родителей или законных представителей в вопросах развития и образования, укрепления и охраны здоровья своих детей. Это задача психолого-педагогического сопровождения. Ну и основными субъектами психологического воздействия в детском саду являются, во-первых, дети, дошкольники, воспитатели, педагоги и, конечно же, родители. И так как у нас тема ранний возраст, дошкольный возраст, мы сейчас рассмотрим, что же, какие направления можно использовать при построении программ в раннем возрасте с детьми в группах раннего развития и далее непосредственно уже следующая ступень как бы в дошкольном образовательном учреждении. Психолого-педагогическое сопровождение в группе раннего развития детей оно осуществляется воспитателями совместно с педагогом-психологом по следующим направлениям. Первое направление выделяется – это работа с детьми. Второе – это работа с педагогами. Третье – работа с родителями. Когда мы говорим о работе с детьми, что же мы можем здесь как бы с маленькими детками использовать? Какие направления? Во-первых, это обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями, развитие дружеских взаимоотношений через игру, общение детей в повседневной жизни. И, конечно же, коррекция эмоциональных трудностей детей. Эмоциональные трудности, они могут возникнуть, это чувство тревожности, страхи. Это коррекция. Работа с воспитателями. В этом плане повышение теоретической психолого-педагогической компетентности в области педагогов, которые работают с детьми в данной группе, в группах раннего развития. Практическая помощь воспитателям во владение технологиями психолого-педагогического сопровождения, чтобы данный процесс был результативным, успешным. И работа с родителями. Здесь формирование родительской компетентности в области психологии ребенка. Ребенка раннего возраста. Практически психолого-педагогическое сопровождение детей в группе раннего развития, начинается в период посещения ими группы ранней социализации и адаптации. Здесь основная цель, основная работа в группе, что отмечает самое главное, это оказание консультативной и практической помощи родителям по различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, начиная от двух до трех лет. То есть раннего возраста. В процессе данных занятий в этой группе у детей расширяется круг взаимодействия с новыми помещениями, новыми взрослыми, новыми сверстниками. Одновременно с детьми родители тоже получают представление о способах взаимодействия с детьми, что способствует, конечно, выработке, если не единых подходов взаимодействия с ребенком, то хотя бы как-то, чтобы они не противоречили требованиям в группе раннего развития. Важный момент организации именно адаптационного процесса, она непосредственно важна при поступлении в группу. Здесь необходимо следовать не только возрастным законам развития именно в психике ребенка, но и, конечно, особенностям педагогического стиля их родителей, которые в этом возрасте имеют с ребенком тесную связь на психологическом и энергетическом уровне. То есть воспитателям, конечно же, нужно интересоваться, какие взаимоотношения, какие стили воспитания в семье для того, чтобы помочь ребенку адаптироваться в группах раннего развития. Также в адаптационный период воспитатели группы знакомят родителей с организацией жизни ребенка в детском саду, режимом питания, режимом дня, с воспитанием у ребенка именно культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Весь этот адаптационный период, педагог-психолог по мере возможности, он приходит в группу и наблюдает, как ребенок кушает, играет, спит, как он ведет себя, когда мы в процессе игры, и вообще как он проходит период адаптации. И результаты этих наблюдений воспитатели совместно с педагогом-психологом заносят в адаптационный лист. То есть на каждого ребенка при поступлении в группу раннего развития оформляется адаптационный лист, куда заносятся всевозможные наблюдения, которые, скажем, ведутся в данном учреждении. Не менее важным моментом в работе педагогов, конечно, является психолого-педагогическое сопровождение, коррекционно-развивающего этапа жизнедеятельности группы. Отбор именно содержания воспитательно-образовательной работы, образовательных технологий, которые используются, форма организации разных видов детской деятельности, потому что игры бывают разные, да, виды игр, они требуют не только знания основных закономерностей развития ребенка, но и умение разбираться именно в индивидуальных особенностях современных детей. Воспитательно-образовательный процесс в группе сопровождается педагогическим наблюдением, на основании которых составляет карту индивидуальных особенностей ребенка. Знание этих особенностей, оно позволяет сделать педагогический процесс в группе более адресной. Кроме того, декретированные сроки можно определить нервно-психическое развитие детей и при, скажем, раннем выявлении можно обратиться к родителям для устранения по возможности каких-либо нарушений или отклонений. По достижению ребенком трехлетнего возраста здесь уже используется карта педагогической диагностики на конец третьего года жизни. Там анализируется по данной карте динамика развития ребенка, соответствие его развития именно возрастному нормативу, анализируются индивидуально-типологические особенности. Если в процессе анализа выявляются какие-либо отклонения или нарушения с позиции отставания, то совместно уже с комиссией психолога-медико-педагогической комиссии решают вопрос или о специальной коррекционной работе с ребенком, то есть рекомендуют консультации определенных специалистов, если нужны медики, могут направить центральную психолога-медико-педагогическую комиссию, также могут изменить систему психолого-педагогического сопровождения в детском саду, логопедические группы. То есть это очень важно для того, чтобы была составлена карта педагогической диагностики, там и психологическая, для того, чтобы при переходе именно по достижению ребенка трех лет, он переходит в следующую группу, в следующий возрастной этап, и там очень важно как бы отследить, нет ли нарушений, нет ли отклонений, и вовремя как бы помочь ребенку справиться с трудностями. Таким образом, правильно организованное психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в детском саду, оно гарантирует формирование профессионального мастерства педагогов, психологической культуры родителей, и, конечно же, это, в свою очередь, способствует разностороннему, полноценному развитию ребенка, формирование у него способностей до уровня, соответствующих возрастным особенностям и требованиям современного мира. Ну и сейчас мы с вами как бы продолжим тему психолого-педагогическое сопровождение и поговорим уже конкретно о дошкольном возрасте, какие направления, какие задачи осуществляются, и что конкретно нужно делать для того, чтобы помочь ребенку в развитии и потом, чтобы он был готов к поступлению в первый класс. Основные этапы психолого-педагогического сопровождения, их четыре основные, это диагностический, второй, уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка, третий, коррекционно развивающий и четвертый, анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка. Диагностический этап, он предполагает открытие, констатацию затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей или воспитателей. То есть на диагностическом этапе родители наблюдают за своими детьми, воспитатели в группе наблюдают, и если возникают какие-либо там затруднения явные, то как бы можно обратиться к психологу, к педагогу, к психологу в детском саду, и там уже коллегиально решают, какие диагностические методики применить и как как бы построить индивидуальную работу с данным ребенком или с данной семьей. На этом этапе психолог и воспитатель, они знакомят родителей с возрастными особенностями детей, можно проводить родительские собрания, обычно воспитатели проводят с приглашением педагога-психолога, специалистов приглашают по возможности, при этом воспитатели с родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка, и когда вот эти индивидуальные особенности определяются, выявляются, здесь очень важно учитывать пять направлений дошкольного образования, которые прописаны в ГОС дошкольного образования, ДО, да, какие же это пять направлений, это социально-коммуникативные, социализация, адаптация, познавательные, речевое, художественно-эстетическое и физическое направления, это пять основных направлений, которые как бы диагностируются на этапе поступления ребенка в младшую группу трех лет. Диагностический этап это и адаптационный этап. Почему? Потому что адаптация вхождения ребенка в новую среду и приспособление к ней. Именно в адаптационный период воспитатели знакомят родителей с организацией жизни малыша в детском саду, с режимом питания, потому что ребенок остается на полный день, режимом дня, с образовательной программой, с воспитанием у ребенка культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Здесь, конечно же, выявляются и особенности адаптационного периода, именно с показателями адаптации, которые соответствуют определенному возрасту, возрастному этапу. Родителям предлагается адаптационный лист, который они заполняют в течение месяца, пока ребенок посещает детский сад. А некоторым как бы родителям предлагается и дальше заполнять этот адаптационный лист, пока у ребенка не закончится адаптационный период. потом все это передается воспитателю и воспитатели совместно с педагогами, психологами как бы отслеживают, выявляют особенности адаптационного периода каждого ребенка в группе. Следующий этап уточнение выявленных затруднений или одаренности ребенка. здесь воспитатели осуществляют сбор дополнительной информации от других воспитателей детского сада, от родителей, изучают специальную литературу для того, чтобы уточнить какие-либо выявленные затруднения или способности ребенка. По запросу родителей и с их согласия проводится диагностика познавательного и эмоционально-волевого развития дошкольников с целью создания программ развития на каждого ребенка для того, чтобы осуществлять индивидуальный подход. Коррекционно развивающий этап следующий это этап работы непосредственно с ребенком консультативной и другой работы с родителями и воспитателями. На этом этапе воспитателя и педагог-психолог они проводят коррекционно развивающую работу с детьми, которые имеют как бы затруднения в развитии. Ну вот если мы говорим о современных дошкольниках, да, у нас одна из первых, да, это развитие речи, потому что дети как бы даже в старших группах там логопедические, да, проблемы могут быть. Многие родители они как бы не реагируют когда на просьбы воспитателей, да, когда акцент делается, что нужно посетить логопедов, позаниматься, подготовить ребенка к школе, родители считают, что как бы ребенок повзрослеет, поступит в первый класс и проблема отпадет сама собой. Эта проблема она как бы сама собой скажем так не реализуется. Почему? Потому что ребенок по физиологии, когда мы говорим, да, если ребенок вовремя не начинает говорить, у него притормаживают в развитии все психические процессы. Это и память, это и внимание, это и восприятие, и ощущение, и мышление. Мышление мы знаем, оно как бы в науке выделяется два вида мышления. До понятийное у детей с рождения до школьного возраста, с начала начальных классов до понятийное мышление, а затем развивается понятийное. Если ребенок вовремя не начинает говорить, словарный запас бедный, он не может рассказать о себе, не может составить предложение, не может описать, допустим, там, картинки какие-либо. То есть это уже говорит о том, что у ребенка будут трудности в обучении. Поступит он в первый класс, то есть он не подготовлен к обучению в школе. Там начнутся трудности опять же в учебной деятельности, с поведением и первый уровень, он всегда страдает, это физиологический уровень. Ребенок начнет болеть. Почему дети часто болеют? Потому что они не могут адаптироваться, они, многие, как бы не желают посещать школу. А почему? Потому что он чувствует, что не успевает за своими одноклассниками. Здесь если как бы есть такие затруднения в развитии, их вовремя нужно как бы что делать? Выявлять и сообщать в корректной форме родителям, но дальше они уже сами решают, как поступить. Иногда выход ребенка перевести в логопедическую группу, если с речью есть ли там более глубокая задержка допустим психического развития или какие-то уже скажем так заболевания, то есть специальные группы, специальные дошкольные образовательные учреждения. Вот на данном этапе коррекционно развивающего этапа конечно же нужно проводить консультационную работу с педагогами, воспитателями детского сада, с родителями, консультации можно проводить как бы в групповом формате, можно проводить семинары, где освещаются такие вопросы, как агрессивность дошкольников, говорить о тревожности, о развитии познавательных процессов, о развитии волевых усилий. Такие разработки они имеются и даже воспитатели, если есть достаточный опыт работы, вы можете сами разработать определенные мероприятия, если вы еще молодые, скажем, только начинающие воспитатели, есть методические рекомендации, которые можно использовать. То есть это все разработано, есть специальные методические рекомендации, методички, которые используются воспитателями, по возрастным особенностям они все прописаны, можно использовать. Для решения поставленных задач, вот на данном этапе, именно коррекционно развивающий этап, можно использовать следующие коррекционно развивающие программы. Можете обратиться, о чем я и сказала, что готовы. Система коррекционно развивающих занятий по подготовке детей к школе, это у нас подготовительные группы, программа социально-психологическая коррекционно развивающая работы с детьми, там по возрастам идут. Потом следующее занятие с гиперактивными детьми, то есть это также скажем так трудности современных детей, да, СДВГ, занятия по развитию интеллекта детей с 5 до 7 лет, там есть еще и 3-4 года, то есть эти методички они есть, их нужно использовать. Следующий этап анализ промежуточных результатов сопровождения развития ребенка воспитатели, педагог-психолог, педагоги дошкольного образовательного учреждения проводят корректировку индивидуальной программы или рекомендации по сопровождению развития каждого ребенка. А педагоги, они организуют разнообразные формы презентации развития одаренных детей, то есть на этапе дошкольного воспитания, конечно же нужно выявить одаренных, желательно выявить одаренных детей и как бы дать им возможность, чтобы их одаренность она как бы проявилась. Что здесь можно сделать? Здесь можно подготавливать различные выставки авторских работ, концерты, моноспектакли, участие в различных конкурсах для того, чтобы эти одаренности, чтобы она проявилась, стала достоянием, потому что в младших классах при поступлении в школу она далее что делает? Развивается, затем средний старший класс уже формируется и к концу завершения обучения в школе эту одаренность как бы нужно постараться сохранить. Одаренных детей рождается очень много по статистике, но многие они теряют свою одаренность в процессе обучения в школе, в процессе обучения высших учебных заведениях и потом они становятся среднестатистическими детьми. и как бы если ребенок был одаренным эта одаренность скажем так была вовремя не проявлена или может быть не были созданы специальные условия образовательная среда, развивающая среда и ребенок может стать виктимным то есть жертвой неблагополучных неблагоприятных условий социализации жертвой нус то есть его одаренность она не проявляется не находит как бы развития в обществе родителям чьи дети посещают подготовительную группу нужно объяснять что нужно для успешной адаптации именно к школьной жизни почему потому что гораздо важнее не там умение считать писать да а ребенку важно именно выработать да научиться адаптироваться нужна психологическая стабильность если будет сформирована психологическая стабильность он будет себя чувствовать как бы уверенно у него будет самооценка адекватная высокая самооценка он будет верить свои собственные силы и конечно же вот эта высокая самооценка она должна быть сформирована как бы на основе А не так, что ребенка захваливают, в саду он самый лучший, а когда поступает в первый класс, вдруг оказывается, что его не хвалят. Эти приоритеты заложены в ГОСДО. Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех участников образовательных отношений. А участники образовательных отношений это кто? Воспитатели, дети, родители. Причины определения результатов освоения детьми образовательной программы дошкольного образования через целевые ориентиры согласно в ГОСДО таковы. Первая специфика дошкольного детства. Что же входит в данную специфику? Здесь мы говорим о пластичности развития ребенка, о гибкости. То есть это сензитивные этапы с психологией, сензитивные периоды детства. Они должны учитываться. Зона ближайшего развития ребенка. Индивидуальный подход осуществляется каждому ребенку, чтобы выявить его задатку, склонность, способности. Здесь, когда мы говорим о специфике дошкольного детства, высокий разброс вариантов его развития. Почему? Потому что многие дети участвуют во многих мероприятиях, показывают определенные успехи в различных направлениях, видах деятельности. И самое главное здесь, чтобы попытаться у ребенка выявить как можно больше задаток. И родителям посоветовать, чтобы они в дальнейшем поддерживали ребенка и дали возможность, чтобы развивались все выявленные склонности. И здесь говорится о том, о непосредственности и непроизвольности психических процессов. Также системные особенности дошкольного образования. Системные особенности дошкольного образования. То, что необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации. Здесь о чем? И в законе образования прописан, и в ГОСОХ. Ребенок до 7 лет может не посещать дошкольное образовательное учреждение. Но родители обязаны предоставить условия для своих детей в семье, чтобы они освоили, прошли дошкольный этап развития. То есть многие родители что делают? Посещают различные центры развития, различные кружки, самостоятельно могут готовить к обучению в школе. То есть необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации. Они также в ГОСОХ прописаны. Отсутствие возможности изменения ребенку какой-либо ответственности за результат. То есть мы ни в коем случае не можем что делать как бы по прошествии определенного возрастного этапа дошкольного. Мы, конечно, можем провести определенные тесты подготовленности, но ни в коем случае мы не можем эти результаты требовать с родителей или требовать от воспитателей. Почему? Потому что каждый ребенок развивается по мере своих возможностей. То есть мы, взрослые, которые осуществляем воспитание детей, дошкольное воспитание, должны по возможности помочь раскрыть все, скажем так, заложенные задатки, склонности, способности ребенка и поддержать его в развитии. Целевые ориентиры дошкольного образования, которые также четко прописаны в ГОСОХ, это выступает, они выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. То есть дошкольное образование, дошкольное воспитание, оно является подготовкой к следующей ступени, это начальное общее образование. И вот впервые как бы в законе образования и в ГОСОХ были прописаны то, что как бы чередующиеся ступени. Дошкольное образование, потом начальная школа, начальное образование и среднее звено, и старшее звено, то есть преемственность. При соблюдении требований к условиям реализации программы дошкольного образования, они предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок именно к учебной деятельности. На этапе завершения именно дошкольного образования. Здесь говорится о том, что подготовительные группы, выпускающие группы, обычно уже идет формирование у детей именно предпосылок к учебной деятельности. Предпосылки это не то, что дети должны учиться читать, писать, считать. Предпосылки к учебной деятельности о том, что ребенок должен осознавать, что следующий этап он ученик. И как бы он должен уже знакомиться с требованиями, которые предлагаются уже в школе. То, что по этапам социализации следующая социальная роль, он будет учеником. То есть посещение школы, обязательно на уроке как бы желательно себя вести, как подобает ученику, да, слушать учителя и выполнять требования учителя. То есть вот об этом. Ну, конечно же, многие дошкольные образовательные учреждения, они готовят детей, есть определенные кружки, и педагоги приходят, да, обучают многих детей читать, считать, рисовать, да. То есть на сегодняшний день очень много различных кружков дошкольных образовательных учреждений. Помимо этого и родители самостоятельно посещают дополнительные образовательные учреждения, центры, да, развития для того, чтобы подготовить ребенка к обучению в школе. Любой стандарт, любой стандарт, он предполагает какой-то результат. То есть если вводится вот стандарт, федеральный государственный образовательный стандарт, да, то предполагается, что этот стандарт что-то изменит в системе воспитания. И мы получим тот или иной какой-то планируемый результат. Так вот, результатом, подчеркивают разработчики, должна стать социализация детей. То есть ребенок должен научиться адаптироваться к новым условиям, социализироваться к новым условиям. Не образовательный стандарт, а именно формирование у ребенка жизненно важных, базовых ценностей культуры мира. Вот это предусматривает федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Особое внимание здесь должно уделяться развитию мотивационной сферы. То есть это потребность в любознательности, познании мира. Очень много вопросов. Зачем? Почему? Различных желаний, потребностей в творчестве. Создаваться должны развивающая среда, образовательная среда. Потребность мотивации достижений. Достижений, успехи, гордость за свои достижения. Каждый ребенок для нас почемучка. И вот по сути, нужно не гасить вот этих почемучек, а дать им возможность почувствовать себя уверенными людьми. То есть на каждый вопрос, почему, желательно дать ясный ответ. И ответ, скажем так, в силу понимания, в силу возрастных, учитывая возрастные особенности, ну и, конечно, достижения науки. Почему? Потому что мы формируем подрастающее молодое поколение. Этими знаниями, которые взрослые отвечают на эти вопросы, почему ребенок будет оперировать уже в начальных классах. И от того, как мы ответим ребенку на его ответы, он эти ответы воспроизведет в начальных классах. Все это возможно, если будет правильно построено психолого-педагогическое сопровождение не только дошкольников, но и всех участников воспитательно-образовательного процесса. Здесь и воспитателей, и педагогов, и родителей. То есть у всех людей взрослых, которые заинтересованы в воспитании детей дошкольников. И какие выводы основные можно проговорить по нашей теме. Сопровождение, во-первых, по определению Бетяновой, это определенная работа, идеология работы, которая объединяет цели психологической и педагогической практики. И самое главное, здесь акцент и большое внимание уделяется именно личности ребенка. Главная цель сопровождения – это создать социально-педагогические условия, в которых каждый ребенок становится субъектом своей деятельности, общения и собственного внутреннего мира. Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятельность взрослых, которые взаимодействуют с ребенком в образовательной, воспитательной среде. Таким образом, деятельность по сопровождению, она направлена на создание благоприятных социально-психологических условий, которые будут способствовать успешному развитию детей. И в основании системы психолого-педагогического сопровождения лежит, во-первых, это возрастные особенности детей на разных периодах развития, то есть учет индивидуальных возрастных особенностей. И во-вторых, конечно, это психолого-педагогические направления деятельности, о которых мы проговорили выше. Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не только суммой разнообразных методов, коррекционно развивающей работы с детьми, которые используются в дошкольных образовательных учреждениях, но и выступают как комплексная технология. То есть это особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач о развитии, обучении, воспитании и социализации. Наиболее важное и приоритетное направление психолого-педагогической работе, конечно же, это, во-первых, психологическое здоровье детей и охрана прав ребенка. Это максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка. Профилактическая и пропедактическая работа с воспитателями по развитию детей основных личностных новообразований дошкольного возраста. Внимание к созданию эмоционального психологического комфорта в детском саду как профилактике психосоматических заболеваний. Обучение всех сотрудников дошкольного образовательного учреждения полноценному развивающему общению с детьми. То есть дети современные, они немного отличаются от, скажем, детей прошлого века, 20-го века. Даже дети, которые были в начале 21-го и сейчас рожденные, скажем, в 2019-х годах, в 2019-м, они очень сильно отличаются. Так же, как и младший школьный возраст, так и подростковый, да, и юношеский возраст. То есть они очень сильно отличаются. Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. Если говорить о социальной ситуации развития, здесь нужно посмотреть зону ближайшего развития, в годские, да, вот именно касающиеся дошкольного возраста. Изучение, диагностика индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сферы их проявлений. Это, опять же, индивидуальные особенности развития детей. Это психология, именно разделы, обратите внимание, разделы, касающиеся психических явлений. Психология – это наука, которая изучает психику и психические явления. В психологии все психические явления делятся на три больших класса. Это психические познавательные процессы. Их восемь процессов познавательных. Мышление, речь, да, ощущение, восприятие, воображение, память, внимание. И также это психические состояния, в которых пребывают дети и взрослые люди. И психические свойства. Психические свойства психологии – это четыре основных свойства. Все мы рождаемся с определенными параметрами. И там самые большие параметры – это задатки. То есть мы уникальны все, мы индивидуальны, психика у нас у всех индивидуальна. И эти задатки, если, скажем, создается определенная среда развивающая, эти задатки проявляются. И дети что-то делают лучше своих сверстников. Они, задатки переходят в склонности. В склонности развиваем переходят в способности, специальные способности, одаренность, талантливость, гениальность. То есть вот психические свойства. Первое – это способности. Второе, с чем мы рождаемся – это темперамент. Темперамент при рождении. То есть это врожденное психическое свойство. Далее, на основе темперамента и окружающей среды, вообще все, что находится рядом с ребенком, оно формирует характер. Характер – это третье психическое свойство. И направленность. Направленность. Вот четыре основных психических свойства. Индивидуальные особенности развития, они очень важны. Здесь вот эмоциональная сфера, психические процессы, да, свойства психические. Волевая сфера – это психические свойства. Интеллектуальное развитие – это все должно в дошкольном возрасте уже проявляться. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации их деятельности. То есть если ребенок нуждается в дополнительных каких-то сопровождающих, обучающих программах, желательно выявить таких людей, нарушения, отклонения и по возможности как бы предоставить возможность освоения этих программ. То есть это специальные могут быть дошкольные образовательные учреждения. Если нет, иногда бывают логопедические, допустим, группы, они формируются в некоторых детских садах, если есть специалисты, которые могут помочь детям в освоении этих программ. Далее – содействие повышению психологической компетентности сотрудников дошкольного образовательного учреждения, родителей в закономерностях развития ребенка, а также вопрос обучения и воспитания детей. Здесь родительское просвещение по вопросам развития детей, по вопросам воспитания. Для того, чтобы воспитатели могли проводить такие встречи, может быть, собрания, беседы, нужно повышать их уровень психологической компетентности. Участие в создании оптимальных условий для развития жизнедеятельности детей в момент инновационных изменений, работы дошкольного образовательного учреждения, имеют свою какую-то изюминку, свою специфику. То есть в любом детском саду есть какое-то направление, которое осуществляется именно в данном учреждении. И желательно, чтобы условия для этих направлений были созданы. Следовательно, психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой каких-то новых разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а она должна выступать именно комплексной технологией, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении именно задач развития, обучения и социализации ребенка. Спасибо за внимание. Мы с вами рассмотрели заявленную тему. Если есть вопросы, то можем написать их в чат. Здесь 5 минут у меня еще есть. Я смогу на них ответить, если интересует. Вопросов здесь пусто. Так, здесь у нас слушатели, в основном работающие в детском саду. Скорее всего, да? Потому что я видела, что детские сады... Если нет вопросов, то я вам желаю успехов в вашей деятельности профессиональной, терпения, и обращаться к тем рекомендациям, которые прописаны, и использовать их. Есть очень много разработок различных программ. Вы их можете использовать в своей профессиональной деятельности. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok